Принимая во внимание, что весенний период в нашей стране нередко связан с возникновением крупных паводков, приводящих к серьезным осложнениям для жизнедеятельности наших граждан и организаций, нами совместно с органами власти и управления на местах ежегодно проводится работа по предупреждению и готовности к реагированию на такого рода события. Заблаговременно сформирована и приведена повышенную готовность группировка сил и средств численностью 4,5 тысячи человек и свыше 800 единиц техники в составе двух полков гражданской обороны, спасательных отрядов Центра медицины катастроф. Впервые подготовлены два транспортных вертолета Ми-26 грузоподъемности 40 тонн каждый для доставки труднозоступной регионной стороны сил, материальных ресурсов и средств жизнеобеспечения. В 2013 году дополнительно приобретено 32 единицы плавсредств и 7 единиц техники повышенной проходимости, а также 17 грозевых мотопомп. Всего у нас имеется более 500 единиц плавсредств, из которых 7 на воздушной подушке. Филиалы РГП Госматрезерв подготовлены к оперативному выпуску техники, средств жизнеобеспечения и строительных материалов, а это бульдозеры, мотопомпы, экскаваторы, шнегаротеры, грейдера, палатки, кровати, посельные принадлежности, шансовый инструмент. 12 февраля в селекторном режиме проведено совещание с руководящим составом всех республиканских областных и районных подразделений ПЧС, где рассмотрен ход подготовки к паводу-периумту. Принимая во внимание важность работы по недопущению паводков, проведены облеты бассейна реки Среддарии 18 и 23 февраля совместно с представителями коматов Южного Кастанской, Казардинской областей, Министерства окружающей среды и водных ресурсов и его водохозяйственных организаций. В целях повышения готовности сил и средств областей и районов к паводку-периумту 20 февраля Бахаджан Абдировичем в селекторном режиме проведено совещание, где заслужены Акимы областей о проводимой работе по подготовке к паводкам. В частности, доложено, что органы власти и управления совместно с МЧС, бизнес-сообществами, общественными объединениями активизирована работа по очистке рычноканальных систем, русел рек и выводу снега из ближайших к жилью территорий. На 10 марта вывезено свыше 6 миллионов кубов снега, наиболее активно выводится снег в Астане 2,2 миллиона, в Карагандинской и Кастанайских областях по 600 тысяч кубометров, в Акмолинской области 480 тысяч кубометров. В рамках выполнения поручений данных входа из селектора Акимата и Маслехатами областей на предупреждение ликвидацию ЧАЭС выделено около 9,5 миллиардов тенге. Во властях для уточнения складывающей ситуации и мобилизации необходимых сил и средств проведено 127 заседаний комиссии по предупреждению ликвидации чущественных ситуаций. В начало года комиссионно обследовано 365 гидротехнических сооружений. Для подготовки к пауткум-периоду по республике построено 8,7 километров новых защитных дам, усиленно отремонтировано 119 километров существующих, проведены 92,5 километра дно углубительных работ, а также на 36 километрах работы по спрямлению и расширению русел рек. В целом по стране на паутке период создан запас 37 тысяч тонн ГСМ, 200 тысяч тонн инертных материалов, 700 тысяч штук межкатары и 104 тонны взрывчатки. Усилено взаимодействие по обмену гидрологической информацией с газгидрометом и комитетом по водным ресурсам Министерства окружающей среды и водных ресурсов. Для оперативного контроля складывающейся обстановки осуществляется непрерывный мониторинг наполняемости 48 наиболее крупных водохранилищ. В настоящее время угроза прорыва этих водохранилищ или переполнения от возможного отсутствует. ГУ КАСС телезащиты МЧС осуществляется мониторинг горных и предгорных районов 65 круглогодичными и 31 сезонными гидропостами, а также 10 мобильными гидропостами, дополнительно выставленными на реке Сердарья. В целях обеспечения полной подготовки к пауту периоду и контроля за ходом реализации мероприятий, данных 20 марта первым вице-премьером, 6-7 марта, 20 февраля, 6-7 марта было проведено республиканское командно-штабное учение КАКТЭМ-2014 с привлечением всего состава сил МЧС, внештатных команд и бригад областей, городов и районов. Всего в учениях по стране приняло участие 973 формирования ГО и ЧС, 11 074 человека и 3 176 единиц техники. Все учения были направлены на выполнение практических мероприятий по расчистке систем и дюкеров для пропуска воды под дорогами, укреплению дамп и берегов рек. Одновременно проведена комплексная проверка сил и средств Южно-Казахстанской области, итоги учений заслушаны на заседании Межведомственной комиссии по ЧС, где представители министерств также доложили о готовности к паводкам. Обращает на себя внимание положительная практика Южно-Казахстанской области, когда по требованию Акимата области вопросами ЧС подготовки к паводкам районные и городские структуры занимаются не от учения до учения и от весны до весны, а ежемесячно проводя инженерное оборудование территорий, уточняя наличие инженерных сил и средств в районах, заключая с бизнес-структурами договора, для чего выделяя из бюджета необходимые средства. Всего Акиматам выделено на эти нужды 1,2 миллиарда тенге. Готовность Южно-Казахстанской области определена как высокая. С учетом того, что 13-14 марта в Щемкенте будет 20 градусов тепла, дано указание ДЧС этой области обратить внимание на районы, прилегающие к горам Каратау и другим предгорным районам, в том числе уточнить группировку, если это необходимо в этих районах. В ходе учения мною с выездом на место была изучена обстановка и совместно с Акимом Казахстанской области господином Кушербаевым заслушаны руководители Жанакарганского района Казахстанской области, где произошло подтопление дворов. На встрече с Аксакалами последние заявили, что в подобных случаях такого количества воды от снега, растаявшего от теплого дождя в горах Каратау, не было в последние 40 лет. Благодаря тому, что жители Жанакарганского района и других районов ставят стены домов на высокие бетонные фундаменты, жилье не пострадало. Вместе с тем, Акиматам области выделены необходимые средства и в случае, если появятся какие-то либо последствия прохождения паутких вод, помощь жителям будет оказана. Надо отметить высокую сознательность и оперативность в реагировании, проявленной государственными структурами области и района, и, что очень важно, самими гражданами. В предупреждении ликвидации последствий паутков приняло участие 300 жителей Жанакарганского района, специальной техникой, транспортной средствами бизнесменов ДЧС области дорожных служб. Мешками с песком и соответствующей дамбой были перенаправлены пауткой воды от поселка в дельту реки Сырдарья. Как показал анализ, кроме природных факторов, причиной подтопления стали недостатки в проектировании и согласовании строительства дорожного полота трассы Западной Европы и Западной Китай в части закладки под телом дороги водопропускных сооружений. По мнению специалистов, необходимо установить дополнительно 6 дикеров на участках дороги только в Казалародинской области. В этой связи, поскольку еще автотрасса не принята в эксплуатации, прошу поручить протоколе заинтересованным ведомством внести соответствующие изменения в проект и сделать необходимые водопропускные сооружения. На эту же проблему следует обратить внимание дорожных служб Актюбинской области. Очень важно отметить, что автомобильная дорога Западной Европы и Западной Китая начала работать, замыкать на себя большие грузопотоки, формируется вдоль дороги инфраструктура, в связи с этой трассой активизируется экономика, растет грузопоток, с выходом на эту трассу по дороге Жизказган-Казарада улучшается жизнь граждан. В этой связи необходимо еще раз рассмотреть защиту автотрассы от ЧС природного характера, а также по возможности приблизить строгие строительства дороги Жизказган-Казарада, на которой в зиму этого года дорожники и ДЧС пришлось вызволять из снега 69 автомобилей, поскольку это наиболее короткий путь выхода из центра в Южно-Казахстанскую область и, понятно, экономика диктует свою тактику поведения транспортников. Хотел бы также обратиться к Министерству окружающей среды и водных ресурсов в приоритетном порядке и в ближайшее время реализовать мероприятия по Жанакаргану и другим районам Казахардинской области в рамках госпрограммы управления водными ресурсами на 14-40-е годы по восстановлению регуляционных сражений, что минимизирует угрозу дороги Западной Европы, Западной Китая и одновременно дорожникам выделить средства на установку снегозащитных сооружений вдоль этой трассы на территории Октюбинской области, где дорожники и силы МЧС совместно с подразделениями ГАИ только из заносов вызвали в зимний-весенний период 13-14 годов 1143 единиц техники, 1966 человек, в том числе 69 детей. В связи с тем, что снежная обстановка в Октюбинской и Костанайской областях остается сложной, МЧС подготовлен. Проект постановления правительства о выделении снегощитительной техники для Октюбинской и Костанайской области прошу, Сергей Кривич, после голосования сегодня его подписать, техника для отправки нами уже подготовлена. Совместно с Министерством окружающей среды и водных ресурсов обеспечивается контроль за обстановкой на реке Сардарья. Нами по согласованному графику идет перехватку Коксарайский контррегулятор воды в объеме 500 кубометров в секунду на 11 марта перехвачено 2,339,000,000 кубов. Коксарай будет заполнен 24 марта. В Шардаринское водохранилище накоплено 4,136,000,000 кубов воды. В этой связи прошу Министерства окружающей среды и водных ресурсов активизировать продолжение строительства дороги на Шардарье, что не дает в настоящее время возможности набрать водохранилище 5,2 км так необходимой воды. Кромка льда на реке Сардарья находится в районе поселка Каргалыш и Линского района. До города Казарды осталось 252 км. Ледоход идет без осложнений. Температура воды плюс 5 по прохождению Казарды и Атекского гидроузла. Угроза затопления, как и в три последних года, будет снята. Вместе с тем, в силу больших ежегодных наносов, на реке Сардарья только в черте города Казарды имеется 8 угрожаемых участков. На отдельных участках дно реки находится выше, чем уровень земли, где расположены населенные пункты. В этой связи прошу протокольно поручить рассмотреть возможность оснащения водников этой области земснарядами для очистки русла Сардарьи, что практически позволит обеспечить нормальную работу во время стоков и исключить ежегодные значительные затраты нарушений и береговые дамбы, а также не допустить ледовых заторов. В режиме для политиков подготовленной группой экспертов Организации Объединенных Наций по анализу изменений клипота, приставленной в наше министерство, Министерством окружающей среды и водных ресурсов, дословно указано. Произошло потепление атмосферы океана, сократились запасы льда и снега, поднялся уровень океана, возросли концентрации парниковых газов. В северном полушарии в 83-м и 12-е годы стали, вероятно, самыми теплыми 30-летним периодом за последние 1400 лет. Это приводит к увеличению осадков. Так что нам надо готовиться к фактам дождей и склонным впадкам там, где их и уже длительное время не было. По заключению этих же экспертов, число регионов суши, где количество интенсивных осадков увеличилось, преобладает над числом регионов, где оно снизилось. Увеличились осадки в Европе, Америке, у наших соседней по России. Уважаемый Сергей Книгмеч, необходимо отметить, что на усиление работы по защите наших граждан ЧАЭС в этом году положительно скажется ваше указание, реализованное Министерством экономики и бюджетного планирования о возможности участия местных бюджетов в материально-техническом обеспечении подразделения МЧАЭС. Подавляющим числом акиматов выделены средства, на которые планируется приобрести систему оповещения, пожарную и водоспасательную технику и оборудование. Хотел бы вызвать слова благодарности акиматам и маслехатам Алматинам, Мангыставской, Тараусской, Ксалардинской, Западноказахстанской, Восточноказахстанской, Актюбинской областей и города Алматы и попросить другие области создать условия через финансирование материально-технического обеспечения и это усилит защищенность наших граждан в регионах. Это наряду с республиканским бюджетом МЧС, который в этом году вырос, позволит обеспечить выполнение задач, поставленной главой государства в послании от 17 января текущего года «Казахстанский путь 2050. Единая цель, единый интерес и единое будущее», что Казахстан должен стать одной из самых безопасных и комфортных для проживания людей стран мира. Уважаемый Сергей Книгмедович, уважаемые коллеги, заканчивая свое выступление, докладываю, что среди силы и средств МЧС и государственные системы обеспечения безопасности и жизнедеятельности будут работать в круглосуточном режиме, чтобы не допустить обострения обстановки, минимизировать возможный ущерб для наших граждан. Благодарю за внимание. Продолжение следует...